Привет, меня зовут Денис Баланюк. Я сам из Одессы. Я буду выступать за футбольный клуб «Торпеда» Москва. Я буду выступать под 71 номером. Позиция моя – нападающая. Если бы не футбол, я бы стал сборником, наверное. Потому что я даже не задумывался никогда, кем можно стать. Я только играл в футбол и думал, что стану футболистом. В школе была возможность, наверное, стать певцом, так как учительница по музыке всегда говорила «Отдайте мне вашего сына, и я сделаю из него певца». А судя по тому, какой у меня сейчас голос, мне противопоказано петь вообще, поэтому я не вижу смысла и не видел тогда смысла вообще уходить в музыку. Я не слежу то, что происходит сейчас в мире, потому что очень много негативной информации. То есть ты ее можешь случайно увидеть, но конкретно интересоваться этим не хочется, потому что оно только портит тебе настроение, и ты разочаровываешься в то, что сейчас есть на данный момент. В метро последний раз я спускался. Это было в Киеве, так как там такие же пробки сумасшедшие, и добираться, конечно, на метро лучше. В Москве я еще ни разу не спускался, так как боюсь потеряться, и я не знаю, и неудобно будет подходить, как колхозник какой-то буду эти на линии вот эти сотрить, там же ветки, вот это все, и потеряться очень легко, поэтому все впереди, надо как-то все равно сходить и знать, как куда добираться. Свою самую первую большую зарплату я потратил на всякую фигню, честно. Я даже не помню, что это было, но это гулянки на друзей, то есть рестораны. Ну, обычная как бы молодежная жизнь, без фанатизма, поэтому прям такого великого что-то я купил не было такого, ну, разве что родителям там какие-то там свои нюансы есть, поэтому не хочу за них рассказывать. Самый дорогой подарок в жизни я сделал своей жене, так как я сделал ей предложение, и у меня тогда руки дрожали, я чистоту, потому что я даже смотрел видео, на какое колено правильно садиться, я не знал. И в тот момент, когда надо было направо, у меня левая наклоняется, я быстро меняю ногами, начинается чистота, я думаю, я уже на тренировке, я ей сказал очень много приятных слов, от души, конечно, но после этого я, конечно, даже не вспомню, что я ей говорил. Поэтому я считаю, что это самый такой подарок, самый искренний. В женщине для меня самое главное – это верность, доброта, честность, и, конечно же, в моей женщине именно, как и девушке, и жене, отношения, доверие и любовь. Я чувствую себя по-настоящему счастливый, когда мое окружение, мои родные, мои близкие, все здоровые и никаких проблем ни у кого нет, и тогда тебе легче становится вообще по жизни, потому что я, так как считаю, что я уверенный, я знаю, что со мной никаких проблем не будет, главное, чтобы у всех все было хорошо, потому что я больше переживаю за своих родных и близких, больше, чем за себя. Поэтому я считаю, что когда у них все хорошо, и у меня будет все хорошо. Когда мне очень нужно расслабиться, я, как бы это смешно ни звучало, я захожу в компьютер и играю в игры, так как мне это помогает расслабиться, забыться, погрузиться в иную атмосферу, поэтому я все эмоции оставляю там негативные, и мне так легче по жизни. И это начиналось с детства, поэтому я захожу в компьютер, играю с друзьями, и как общаюсь, и поэтому забываю обо всех проблемах, и мне так становится спокойнее. Counter-Strike, потому что я играю с детства в Counter-Strike, и это, ну, я в нее, можно так сказать, я хорош в эту игру, и у меня получается, потому что у меня очень много там наигранных часов, и мои друзья знают, что есть, даже можно сказать, если бы не футбол, может, я бы стал киберспортсменом, можно так сказать. Я могу заплакать только от радости, можно так сказать, потому что я держусь легко, то есть от фильма могу легко заплакать, если он душевный, и в какой-то момент очень легко могу заплакать, только от этого. Никогда в жизни я не буду шутить на чьих-то проблемах, и на религии, и, конечно же, инвалидности. То есть где-то присутствовать может черный юмор, но категорически против каких-то таких моментов. Когда я буду старый, я мечтаю жить на островах со своей женой, и понимать и знать, что я сделал все для своих детей, внуков, и со спокойной душой отдыхать. Три самых великих украинца для меня, я считаю, по спорту буду отталкиваться. Это Андрей Шевченко, так как это великий футболист, замечательный тренер сборной и обладатель золотого мяча. Второго я назову Тимощук, так как это трудяга, работяга, который добился своим трудом. И многие должны, футболисты и люди, равняться на такую работу, потому что он нереальный трудяга. А третьего, конечно, я назову Ломаченко. Это топ, человек, который в своем виде спорта добился тоже величайших достижений. Я считаю, что это очень большой уровень. Спасибо, увидимся на стадионе.